Привет Привет, привет Сегодня я почитаю тебе сказ Так что Усаживайся поудобнее Расслабляйся Слушай И засыпай Читать мы будем финскую сказку Автор ее Называется она Сампа Лопаренок Жили-были когда-то Лопарь и лопарка Муж И жена А знаешь ли ты, что за народ лопари? И где они живут? Вот послушай Я тебе сейчас расскажу Живут лопари далеко на севере Севернее, чем шведы, норвежцы и финны Если ты взглянешь на большую карту Ты увидишь, как будто бы белый колбак надет на голову Финляндии Вот это и есть страна, где живут лопари Называется она Лапландия Удивительная Эта страна Полгода там не заходит солнце И тогда ночью Так же как днем Совсем светло А потом полгода Длится непрерывная ночь И тогда даже днем На небе сверкают звезды Зима там тянется долгих десять месяцев Почти весь год А на весну, лето и осень Остается всего лишь два месяца Но лопари не боятся зимы Пусть хоть круглый год держатся санный путь Все они взрослые и маленькие Где угодно проедут в своих небольших, легких, похожих на лодочки, санях А в упряжке там ходят не лошади, а олени Ты когда-нибудь видел северного оленя? Он напоминает низкорослую лошадку Шерсть у него серая, шея короткая А его голову с большими ясными глазами Украшают ветвистые рога Когда олень бежит, кажется, будто ветер проносится По горам и холмам, взметая снежные туч А знаешь ли ты, из чего делают лопари свои дома? Не из дерева и не из камня А из оленьих шкур Построить такой дом очень просто Надо взять несколько длинных, тонких жердей Воткнуть их в снег Потом верхние концы жердей связать вместе И покрыть все это оленьими шкурами Вот и все Жилище готово И называется оно не дом, не изба, а чум Вверху оставляют небольшое отверстие Оно смедляет в чуме печечную трубу Когда в очаге разводят огонь Через это отверстие дым вытягивается наружу Внизу же, с южной стороны Тоже оставляют отверстие Оно служит дверью Через него можно забраться в чум и выбраться из него Вот так вот живут лопари Вот такая это страна А теперь начнем сказку Сначала Жили-были в Лапландии Муж и жена Лопари и Лапарко Они жили в местечке Аймио На берегу реки Тено и Оки Место это пустынное И дикое Но Лапарю и его жене Оно очень нравилось Они были уверены, что нигде больше нет такого белого снега Таких ясных звезд И такого красивого северного сияния Как в Аймио Здесь они построили себе чум Чум получился нехорошим Так, по крайней мере, думали Лапар и Лапарко В нем было тепло Удобно Хотя спать надо было прямо на полу У Лапаря и Лапарки был маленький мальчик Которого звали Сампа Но у него было еще другое имя Вот как это получилось Однажды к чуму подъехали какие-то чужие люди В огромных неглюжих шубах Они привезли твердые белые кусочки снега Такого снега Лапари никогда раньше не видели Этот твердый снег назывался сахаром Он был очень вкусный И очень сладкий Приезжие люди дали несколько кусочков сладкого снега Сампа Потребали его по щечке И сказали Лопаренок, Лопаренок, Лопаренок Больше они ничего не могли сказать Потому что никто из них не умел говорить по-лаплански Потом они уехали Старой Лопарке очень понравились эти люди Она часто вспоминала сладкий снег Который они привозили И даже стала называть сына так же, как они Лопаренок, Лопаренок А вот старому Лопарю это имя было не по душе Разве Сампа плохое имя? Говорил он с досадой По-моему, это самое красивое имя И оно еще принесет нашему сыну Счастье и богатство Вот увидишь Старуха, наш Сампа Будет когда-нибудь первым человеком В Лапландии Пылителем пятидесяти чумов И хозяином тысячи оленей Очень можем быть Но, по-моему, Лопаренок Неплохое имя И она называла сына Лопаренком А отец называл его Сампа Поэтому Мы будем звать его Сампа Лопаренок А Сампа Лопаренок Был крепкий, коренастый мальчуган У него были черные волосы Черные глаза Маленький вздернутый носик Словом Он как две капли воды походил на своего отца А старый Лопарь Слыл среди земляков Первым красавцем Сампа Лопаренку было всего семь лет Но не всякий И в пятнадцать успевает быть таким смелым и ловким У него были свои собственные маленькие лыжи На которых он, не задумываясь Съезжал с самого крутого холма И свой маленький олень Которого он запрягал Своей собственной сани Ах, ты бы видел Какой поднимается снежный вихрь Когда сам Понесется на своем олене По высоким сугробам Вниз, вверх, вверх, вниз Маленького Лопаренка Совсем не было видно И только издалека В снежных облаках Меликала прядка Его черных волос Нехорошо, что мальчик ездит один Куда ему вздумается Сказала как-то мужу старая Лопарка Давай взгляди на него Нападут в горах волки Или еще того хуже Золоторогий олень И не было еще человека Который смог бы справиться С золоторогим оленем А сам Балабаренок Слышал все, что говорила мать И сразу же решил Уж кто-кто А он справится С золоторогим оленем Вот бы мне такого оленя На нем, наверное, даже на Растегайс Можно взобраться Надо тебе сказать Что Растегайс Это самая высокая И самая неприступная гора Во всей Лапландии Ее голая вершина Видна далеко Кругом Перестань болтать Глупости Прикрикнула Лопарка на сына Растегайс Это пристанище Всякой нечистой силы Там живет сам Хейси Хейси? А кто такой Хейси? Ничего-то он не пропустит мимо ушей Подумала старая Лопарка Эх, пожалуй, не стоило говорить ему про Хейси Хотя, может, это и к лучшему Не помешает немного припугнуть его Чтобы отбить охоту ездить на Растегайс Уж очень он смелый И она сказала Хейси это горный король Страшный злой великан Целый олен для него все равно Что для нас Один кусочек мяса А маленьких мальчиков Он глотает сразу пригоршнями Я бы не советовала Сбираться тебе на Растегайс Самбо же ничего не сказал Но про себя подумал Вот бы посмотреть на этого Хейси Издали, конечно Было самое темное время года Ни утра, ни дня, ни вечера Всегда бесконечная ночь Всегда светит луна И всегда горят звезды И на темном небе полыхает Северное сияние Самбо так давно не видел солнца Что он даже забыл Какое оно солнце А когда отец и мать Говорили о лете Он только и мог вспоминать Что летом очень много комаров И они такие злые злые Что готовы съесть его живьем Пусть бы совсем не было лета Только бы стало немного светлее А то в темноте Так трудно ходить на лыжах И вот однажды в полдень Хотя темно было так же Как и в полночь Старый лопарь позвал сына Пойди-ка сюда, Самбо Я хочу тебе кое-что показать Самбо выпал из чумы Посмотри-ка ну-ка Вон в ту сторону Сказал отец И показал рукой на юг Далеко-далеко на самом краю неба Самбо увидел Узенькую красную полоску Очень похожую на красноватые Отблески северного сияния Знаешь ли ты, что это такое? Это южное сияние Ответил Самбо Он прекрасно знал Где находится север Где юг И сразу рассудил Что на юге не может быть северного сияния Нет, это не южное сияние Это предвестник солнца Завтра Или послезавтра оно взойдет Да, ты только погляди Как красиво освещена Вершина Растегайса Самбо повернулся на запад И мрачная темная Вершина Растегайса Алело Словно выгруженная Красной краской И снова подумал Как хорошо бы было Посмотреть сейчас на великана Хейси Издали, конечно Но ничего не сказал Весь этот день и полночи Сам полопаренок только думал о великане Хейси Он даже не смог спать Если бы хоть разочек То хоть разочек увидеть горного короля Один только раз Он думал Молтумал И наконец по-тихому выбрался из-под оленья шкур Выполз из чума Мороз стоял такой Что все вокруг так и сверкало А снег под ногами скрипел От каждого шага Но сам полопаренок холода не боялся На нем была меховая куртка Меховые штаны И меховые сапоги Меховая шапка И меховые рукавицы А когда на тебе такой наряд Никакой мороз не страшен Сам полопаренок Стоял около чумы Смотрел на звезды, которые яркими огнями горели в небе И вдруг он услышал Как его маленький олень скрипит копытом снега А что если я немного покатаюсь? Подумал сам полопаренок Вот он так и сделал Запряг оленя в своей санке И помчался по огромному пустынному снежному полю Не поехать ли мне в сторону Растегайса? Конечно, на самую гору я не буду сбираться А только посмотрю, какая она вблизи Решено И сделано Сам полопаренок погнал своего оленя Через замерзшую реку С берега вниз на лед Потом вверх на другой берег А потом все дальше Дальше на запад Туда, где выселась темная вершина Растегайса И вот сейчас ты слушаешь Сказку про маленького самбо А знаешь ли ты песенку «Беги, мой олененок» Эту песенку пел самбо В то время, когда олень мчал его По снежным холмам Беги, мой олененок С ветвистыми рогами По тундре, занесенной пушистыми снегами И пусть будет звонок Под быстрыми ногами Скорей, скорей, скорей Здесь в юге строят Высокие сугробы Скорей Здесь волки воют От голода и злоб Скорей, олень, скорей И верно Волки точно серые собаки Уже бежали за санями Самбо видел, как в темноте горят у них глаза Но он нисколько не боялся волков Он знал, что никогда волкам не догнать его доброго оленя Эх, веселая была езда С холма на холм Все вперед и вперед У самбо даже в ушах свистело Копытца оленя дробно постукивали Месяц в небе мчался с ним наперегонки А высокие горы двигались навстречу И вдруг Раз Сани перевернулись Самбо лопаренок кубарем покатился в снег А олень-то не чуя беды Бежал все дальше А сам самбо даже не мог крикнуть Потому что его рот был забит снегом Прошло немало времени, пока самбо лопаренок Выкарабкался из сугроба Сначала все происшествие показалось ему даже забавным И в этом нет ничего удивительного Он был цел, невредим И совсем не ушибся Сам полопаренок огляделся по сторонам Овсюду Снег, снег, снежные поля Снежные горы Одна гора была выше всех И сам подогадался Это Ростегайс Черная длинная тень от нее падала на снег Вот здесь на этой горе и живет злой великан Хиси Целый олень для него тоже, что для нас кусочек мяса А маленьких мальчиков он глотает пригоршнями Как же страшно стало сам полопаренку Как захотелось ему быть подальше от этой горы В теплом чуме, около отца с матерью Но как же ему добраться до дому Ведь пока он будет искать дорогу Горный король увидит его Да проглотит, словно жалкого маленького комара Сам полопаренок даже заплакал от страха Ну, послушайте сам Стоит ли плакать, если слезы сразу же замерзают И точно горошины скатываются по мохнатой куртке Сам полопаренок подумал И решил, что не стоит Тем более Мороз каждую минуту прохватывал его сильнее и сильнее Ему уже приходилось приплясывать на месте, чтобы не замерзнуть Какие же могут быть слезы, когда пляшешь Скоро сам полопаренок немного согрелся Пояселел Жду-ка я к горному королю Если он захочет меня съесть, пусть будет Так Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы он съел волков, которые здесь рыщут Они пожирнее, чем я Да и кроме того, на мне ведь столько всего надет Куртка, штаны, шапка, рукавицы, сапоги А у волка всего одна шкурка Сам полопаренок смело зашагал к растекайсу Он уже был у самого подножья горы Как услышал, что кто-то за его спиной тихо вступает по снегу Сам полопаренок оглянулся И в двух шагах от него стоял огромный косматый волк Маленькое сердечко сам позабилось сильнее Но он и виду не показал, что испугался Не вздумай меня съесть Я иду к горному королю У меня к нему очень важное дело И если тебе дорога шкура Советую не строгать меня Ну-ну, потише Сказал волк Да-да, растекайся Звери умеют разговаривать Кто ты такой? Меня зовут сам полопаренок А ты кто такой? Я вожак волчистая Его величество горного короля Сейчас я рыскал по всем горам и равнинам И созывал подданных короля на праздник ночи Раз уж нам с тобой по дороге Садись ко мне на спину Я тебя довезу до вершины Сам полопаренок Не стал долго раздумывать Вскочил на волка И помечались они через горные ущелья и пропасти Скажи, пожалуйста Что это за праздник ночи, о котором ты говорил? Спросил по дороге Сампа Неужели ты не знаешь? Сегодня должно взойти солнце Перед его восходом На растекайся Собираются все звери Все тролли, гномы Какие только живут на севере Они сходятся сюда Для того, чтобы проститься с ночью И пока длится этот праздник Никто никого не смеет обижать Таков закон его величества Горного короля есть Поэтому-то я тебя и не съел Твое счастье Сам полопаренок, что мы встретились в такой час А то у тебя Давно бы не осталось даже косточки А что? Горный король тоже никого сейчас не трогает Ну, конечно Никто даже сам король Не посмеет тронуть тебя Целый час на растекайся Царит мир Олени в это время разгуливают под носом у медведей Горные крысы мирно беседуют с росомахами Но плохо тебе придется Если ты останешься на растекайся Хоть на одну лишнюю минуту Сто тысяч волков И тысячи медведей набросятся на тебя А если даже ты уйдешь от них То тебе не уйди От горного короля Милый волк А ты не будешь ли таким добрым И не поможешь ли мне вовремя выбраться отсюда? Робко спросил сам полопаренок А волк рассмеялся Да, не надейся на это, мой дорогой самбо Признаюсь тебе по совести Я первый схвачу тебя за горло Я вижу, что ты неплохо откормлен И я с удовольствием съем тебя На завтрак Когда праздник кончится Ох, не лучше ли мне вернуться назад? Подумал самбо Но было слишком поздно Они уже взобрались на самую вершину Растекайса Так вот Какой это горный король Самбо глядел на него во все глаза Горный король сидел на троне Из каменных скал С высока посматривал на своих подданных Глаза у него были как две полные луны Нос был похож на горную вершину Рот был как расселен в скале А борода была как застывший водопад Руки были длинные и толстые, как стволы горных сосен Пальцы были цепкие Как еловые ветви Ноги были как утес А одежда была его Как снеговая гора Вот какой был горный король Хейси А если ты спросишь Неужели сам по рынку мог в ночной темноте Разглядеть горного короля Я тебе скажу Снег внизу так блестел А вверху в небе играло яркое северное сияние Что все было видно Как будто днем Возле горного короля толпились тысячи гномов и троллей Ты знаешь, какие они? С головы до пят Они совсем серые У них серые волосы Серые носы Серые глаза Серые щеки Серые руки Серые ноги Они такие маленькие Что следы их ног на снегу легко принять забеличьи Сейчас гномы и тролли собрались на вершине Растегайся Отовсюду, где царит мрак и холод С новой земли Шпицбергена Из Исландии, из Крыландии И даже северного полюса Все они очень боялись солнца И были рады, если бы солнце никогда не всходило Раз уж оно зашло за пустынные горы Пусть там и остается Немного поводали От королевского трона Выстроились все звери Большие, маленькие Какие только возятся в Лапландии Тут были свирепые медведи Коварные волки Хитрые росомахи Короткие олени Пронырливые горные крысы Бойкие олени-плохи Только комары не явились на праздник Они так замерзли Что не могли шевельнуть Даже крылышками А сам полопаренок Слез потихоньку со спины волка Спрятался за высоким выступом Скалы Отсюда ему было отлично видно А его самого не видел никто Вот горный король дрыхнул головой И сразу в синем ночном небе Еще сильнее заполыхало северное сияние Оно охватило весь небосвод Длинными бледно-красными лучами В воздухе послышался треск Кутение Словно загорелся лес И огонь шумом забегал По стволам сосен Северное сияние то разгоралось То угасало То ярко вспыхивало То бледнело Как будто бы ветер порывами проносился над снежными горами А горный король был очень доволен Он ударил в ладошки И ответом ему загорохотали Глухие раскаты горных облаков А эхо повторило их в глубоких ущельях Гномы-тролли завизжали от радости Звери завыли от страха И вдруг над землей расстался громовой голос горного короля Солнце не смеет Больше показываться Так я хочу Так будет Так должно быть Послушное эхо повторило его слова Так будет Так должно быть Так должно быть Так должно быть Гномы-тролли страшно обрадовались Да здравствует вечная тьма И вечный холод Так хочет король Так должно быть Но тут среди зверей Поднялся грохой ропот Волки-медведи Пожалуй, были согласны Чтобы вечный мрак и вечную тьму царили на земле Горные крысы были того же мнения А вот северные олени И другие звери Ничего не имели против лета Хотя лапландские комары Порядком заводили их в летние месяцы Что же касается маленькой оленей Плохи То она решительно запротестовала Против вечной зимы и вечной ночи Как же так Препещала блоха Подпрыгнув повыше, чтобы ее все видели Как же так Мы ведь собрались здесь На растягайся, чтобы проститься с ночью Замолчи, желкая тля Заревел белый медведь Сегодня у нас праздник не такой, как всегда Сегодня будет настоящее веселье Солнце никогда больше не взойдет Солнце погасло Солнце умерло Солнце погасло Солнце умерло Завыли волки И даже ледяные горы И каменные скалы Сотрогнулись от ужаса А тролли гномы С северного полюса принялись прыгать Да хлопать в ладошки И снова над пустынной землей Прогремел голос горного короля Знаете все Солнце погасло Солнце умерло Все живое на земле Будет теперь поклоняться мне Королю вечной зимы И вечной ночи Тут уж сам полопаренок не мог выдержать Он вышел из своего убежища Задрав голову и крикнул Ты лжешь, горный король Ты лжешь Солнце не умерло Я сам видел вчера На небе его концов Солнце взойдет И твоя борода растает Как только солнечные лучи Покажутся над землей Вот увидишь Это была неслыханная дерзость Горный король весь потемнел от гнева Черные снежные тучи Сошлись над его головой Ты кто такой? Как ты смеешь со мной спорить? Почему же мне не спорить с тобой? Если ты говоришь неправду А если ты хочешь знать, как меня зовут Изволь Я скажу тебе Отец меня зовет Сампа, а мать Но горный король не стал его дослушивать Для того, чтобы проглотить тебя Мне достаточно знать, как зовет тебя отец И забыв свой собственный закон Горный король протянул огромную ручищу Чтобы раздавить Сампу лопаренка Но тут вдруг северное сияние померкло И яркий красный луч Ударил прямо в ледяное лицо горного короля Горный король засмурился Опустил руку И тогда все увидели, что золотой край солнца стал медленно и торжественно подниматься над землей Солнце осветило горные хребты Ущелья и снежные пустыни Заледеневшие сугробы Осветило всех гномов-троллей Всех больших и маленьких зверей И храброго Сампу лопаренка Солнце весело посмотрело всем в глаза Заглянуло во все сердца И всем почему-то стало весело Даже тролли и гномы Северного полюса Которые больше все хотели, чтобы солнце умерло Вдруг обрадовались Когда оно взошло Правда, они все время отворачивались от солнца Но это было одно притворство И дело кончилось тем, что на радостях Они стали кувыркаться И ходить вверх ногами Даже горный король со страхом заметил Что у него самого оттаивает сердце Но что было еще хуже Начала таять его борода И скоро она быстрыми ручьями Побежала по его снеговой одежде Трудно сказать, сколько прошло времени С тех пор, как взошло седло Как взошло солнце Никто об этом не думал Даже Сампу лопаренок Сампу лопаренок Но вдруг он услышал, как за его спиной Олень сказал своему детенышу Пойдем, мой сын, пора Надо скорее уходить отсюда Пока волки не смеют нас тронуть И тут-то Сампа вспомнил Какая опасность грозит ему Если он останется Хотя бы на одну лишнюю минуту тут Он огляделся по сторонам Олени уже все почти ушли И вдруг он увидел великолепного оленя С чудесными золотыми рогами Недолго думая Сампу лопаренок Скочил на него верхом И понеслись они во весь Дух вниз по крутому склону С горы В другое время злодорогий Олень ни за что бы не позволил Человеку сесть к тебе на спину Но сейчас он не обратил на это Никакое внимание Что за топот слышен Он позади нас Спросил Сампу лопаренок Когда они были на середине горы Это тысячи медведей гонятся за нами Чтобы растерзать нас на куски Но не бойся Еще ни одному медведю не удавалось Схватить меня за копытца И он мчался Через обрывы и пропасти Все вперед и вперед Что это так громко пыхтит Позади нас Это сотового тысяч волков Гонятся за нами Чтобы съесть нас живьем Но не бойся Еще не было на земле волка Который подогнал меня И олень понесся так быстро Что его копыта едва касались земли Что это за гром гремит позади нас Может быть это горы обвалились Нет Это сам горный король Шагает своими семимильными шагами Вдогонку за нами Теперь мы пропали От него никто не может уйти Милый злоторогий олень Давай спрячемся где-нибудь Нет От горного короля нельзя спрятаться Но если мы успеем добежать до озера Где стоит домик школьного учителя Мы спасены Горный король Не имеет власти над тем Кто сильнее его Разве школьный учитель сильнее горного короля Ведь горный король Может расставить его одним пальцем Это верно Но дело в том Что школьный учитель совсем не боится горного короля Поэтому он и сильнее его Так мчись же Мчись Мчись Мой добрый злоторогий олень Скорее мчись по горам И дала И когда мы вернемся домой Я накормлю тебя Золотым овсом Из серебряных яслей Но злоторогий олень Не надо было просить Он и так бежал быстрее и быстро Не бежал Летел И вот уже было показался домик учителя Одним прыжком В том злоторогий олень перемахнул через оград Ударом копыта Открыл дверь И без сил упал на пороге Едва только дверь захлопнулась Как горный король уже бушевал во дворе Он так колотился по стенам и крышам Что казалось весь домик сейчас разлетится в щепы А учитель как ни в чем не бывало Подошел к двери и спокойно спросил Кто там стучит Ты еще спрашиваешь Кто стучит Это я Отворяй дверь горному королю У тебя тут спрятался Мальчишка Который посмел спорить со мной Отдай его мне Я сейчас проглочу Я его сейчас проглочу Ах, ваше величество Вам придется немного подождать Пежливо сказал учитель Я должен надеть свой парадный костюм Повязать галстук Чтобы достойно встретить такого высокого гостя Ладно уж Да смотри Подоравливайся А не то я тебя тоже проглочу Хоть ты и без галстука Нет, 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 как можно, ваше величество Я непременно должен повязать галстук Потом он поманил сам Болопаренка к себе И тихонько спросил Откуда ты, малыш? Я никогда не видела тебя в школе А я и не был раньше в школе Я живу на берегу реки Тен-Йоги Как же ты тогда сюда попал? Видите ли, я был на вершине Растикайса И мы с горным королем поспорили Он сказал, что солнце никогда больше не взойдет А я сказал, что оно непременно взойдет И я был прав Но все-таки горный король почему-то хочет меня съесть Это, конечно, несправедливо Сказал учитель А скажи, как тебя зовут? Мать меня зовет Лопаренком А отец? Но в это время стены домика опять зашатались Но скоро ли ты будешь готов? Сейчас, сейчас, ваше величество А сам подошел к печке Которая почти совсем погасла Подбросил несколько боленьев Пламя мигом вспыхнуло И жаркий огонь загудел в трубе Эй ты! Советую тебя поторопить Саню То я растопчу сейчас твой дом И он уже занес полуногу над крышей Но сразу оттернул Потому что из трубы посыпались искры И великан так обжег себе пятку Что чуть было не завыл от боли Тут как раз дверь отворилась И вышел У шеи у него было повязано Самым лучшим В красную горошинку галстуком А в руках у него была яркая лампа Он поднял лампу как можно выше И почтительно сказал Прошу простить меня, ваше величество Что я заставил вас ждать Но горный король не дал ему Закончить Как ты смеешь светить мне в глаза Мне королю вечного мрака Где мальчишка? Я спрашиваю Где мальчишка, который смирился со мной спорить Его зовут Сампа Сампа? Простите, ваше величество, но здесь нет такого мальчика Если хотите, можете сами поглядеть Что? Ты, кажется, вздумал тоже со мной спорить Закремел горный король Протянул свою страшную ручьи Чтобы захочить учителя Но он так боялся лампы То открыть глаза Он не решился Поэтому учителю ничего не стоило Увернуться от горного короля Он ушел, можно сказать, прямо у него Из-под рук Тут уж горный король разбушевался не на шутку Он топал ногами Тряс головой И в конце концов разразился такой метелью Что в один миг весь домик был занесен снегом до самой крыши Только кончик трубы высовывался еще наружу Но скоро и его стало не видно Когда горный король решился приоткрыть глаза Когда горный король решился приоткрыть глаза Кругом был мрак, холод и снег Ну-ка, теперь не поспорь со мной Закричал горный король Прихрамывая, зашагал к себе Но растягаясь С тех пор больше никто никогда не встречал горного короля Видно, он не решается больше спускаться Совершенно растягаясь А на утро же Взошло солнце Снег растаял И маленький домик учителя снова стоял Как ни в чем не бывало Сам лопаренок же поблагодарил учителя И стал собираться Учитель дал ему свои сани А сам лопаренок запряг в них золоторогого оленя И они помчались к берегам реки Тена, Йоки Домой, к родным местам Старый лопарь и лопарь тоже и не надеялись увидеть сына живым Маленький олень Давно вернулся один С пустыми санями Как же тут было не подумать Что сам лопаренка съели волки О, отец! Говорила старая лопарка, утирая слез Хоть ты назвал нашего сына сам по И не принесло ему это счастье Этот дед пугнуло от него счастье Не назвала бы это его другим именем Так и не случилось бы с ним беды Зато обрадовались же они Когда сам лопаренок живой Невредимый подкатил к чуму Да еще на золоторогом оленя Видишь, жена Не зря я назвал нашего сына Сампо Он и правда у нас счастливый Разве я что говорю Только, по-моему, лопаренка Хорошее имя Да что имя? Был бы он хорошим человеком Так и счастье свое найдет Она по-прежнему называла сына лопаренком Отец называл его Сампо И снова они зажились и вместе Золоторогий олень Тоже остался у них Правда, сам лопаренок Кормил его простым овцом Из деревянных яслей Но золоторогому оленю Очень нравилось и это угощение А когда Сампо вырос И стал умным и храбрым Как школьный учитель Он сделал своему другу серебряные ясли И каждый день засыпал в них зерно Из чистого золота Но это совсем другая история И о ней ты услышишь В другой раз Вот и сказке конец Кто слушал Молодец Быть вам такими же храбрыми Сильными Смелыми и отважными Как Сампо Чтобы в вашем сердце Всегда была доброта И радость Надеюсь, вам понравилось Чтение этой сказки Если так, то Всего хорошего вам Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok